Вор в законе Жора Ташкентский наладил игорный бизнес в казахстанских зонах и грел московский воровской общак. Ставки достигали миллионов. В Шамкенте, Казахстан, осудили бывшего начальника колонии строгого режима ИЧ-167-3, известный в народе как 31-я Айжина Бакирова. Его обвиняли в соучастии и финансировании транснационально организованной группы, злоупотреблении должностными полномочиями в интересах преступной группы, мошенничестве с использованием служебного положения, халатности, превышении власти или должностных полномочий. В частности, по материалам следствия, в 2013-2014 годы криминальные авторитеты и их сторонники организовали подпольный бизнес на азартных играх в руководимой им Шамкентской колонии. Ранее суд уже вынес приговор осужденным, организовавшим это подпольное казино, затем покровительствовавшим им сотрудникам администрации учреждения. Теперь дело дошло и до начальника. Согласно данным органов нацбезопасности, богатых сидельцев вовлекали в игру с профессиональными шулерами, а также мастерами шахмат, шашек и других интеллектуальных игр, доводя ставки до нескольких миллионов тенге, один тенге равно 17 копеек. Шансов обыграть профессионалов не было. В итоге родственникам проигравших ничего не оставалось как выплачивать долги специальным представителям тюремного казино на воле. По оперативным данным, вся система азартных игр в Шамкентской колонии была организована по непосредственному указанию вора в законе Георгия Сорокина, Жора Ташкентский, который из Москвы курировал криминальную жизнь Казахстана. Часть выигрыша доставалась профессиональным игрокам, шла на нужды блатных заключенных и прочее, а треть от доходов переводили в Москву, в воровской общак. Во время очередного такого перевода, 30 тысяч долларов из Шамкента в Москву спецслужбы арестовали все счеты и шестерых членов блатной верхушки, руководивших играми непосредственно в колонии. В апреле 2015 года все они были признаны виновными в финансировании транснационального преступного сообщества и получили к своим срокам еще прибавку по 12-16 лет. Спустя год начался второй суд по делу о Зоновском казино, где на скамье подсудимых оказались пятеро работников колонии, в том числе полицейские оперативники и сотрудники бухгалтерии. При этом в ходе проверки выяснились и другие преступные эпизоды. Так, в период проведения учебных стрельб в колонии было похищено значительное количество патронов к пистолету Макарова. Вскоре оперативники КНБ нашли весь боекомплект, их похитил и хранил у себя дома один из полицейских, работник учреждения. Кроме того, был выявлен и факт хищения государственных средств в колонии. Через тендер на покупку импортных телевизоров сотрудники колонии обналичивали денежные средства. Сами телевизоры при этом в колонию не поступали, а их поставщики получали откат за беспокойство. После того как в колонию неожиданно нагрянула проверка, администрация колонии обратилась к смотрящим с просьбой срочно найти деньги на покупку телевизоров. Те помогли. В итоге в колонию привезли 10 новеньких телевизоров. Все это время, начиная с 2014 года тянулось расследование в отношении непосредственного начальника колонии Айжина Бакирова. Правда, несколько раз оно закрывалось, а затем вновь возобновлялось. Наконец, в 2018 году материалы дела передали в суд. По версии следствия, все происходящее в колонии преступной комбинации проходили с молчаливого согласия и заинтересованного укрывательства со стороны начальника учреждения. Однако суд посчитал недоказанными большинство вменяемых Бакирову обвинений. К примеру, перевод денег из Шемкентской зоны в воровскую кассу в Москве происходил уже после того, как Бакиров перевелся с должности начальника учреждения. Что касается хищения патронов, суд установил, что на тот момент действовал приказ министра обороны, по которому вся ответственность за их ранение возлагалась на военнослужащих, отвечающих за материальное обеспечение. В итоге подсудимый был признан виновным лишь по одной статье и освобожден за истечением срока давности. Прямо из зала он был отпущен домой. Прокуратура намерена обжаловать решение суда первой инстанции. Гособвинитель настаивает на том, чтобы Бакиров получил 15 лет лишения свободы.